Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке и их трансферной кампании. Под занавес летнего окна красно-белые заняты не только поиском новых футболистов и торговлей по тому же самому кордубе, у них есть еще и достаточно серьезные интересы по части продажи или отправки своих футболистов в аренду, потому что состав сейчас забит под завязку, многие игроки, ну скажем так, не особо получают своих шансов в составе команды, и поэтому как-то логичнее их куда-то слить, ну или в случае, если игроки молодые и перспективные, отдать их в аренду, чтобы те получили игровую практику, но и дальше, дальше уже, возможно, в Спартак вернулись. И вот сейчас появляются сообщения о том, что красно-белые отправляют в футбольный клуб Сочи сразу двух игроков, нападающего Милешина в аренду, и плюс отдают Маслова формально тоже в аренду, но по факту это такой отложенный переход свободным агентам. Давайте обсудим эти сделки и обсудим то, каковы перспективы этих игроков в составе своего нового клуба, и могут ли они в итоге вернуться в Спартак. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание, и то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, касательно Маслова, здесь ситуация, конечно, отчасти печальная. С другой стороны, изначально было ощущение, что Маслов это не игрок уровня стартового состава Спартака. То есть парень толковый, универсальный, гибкий. И в рамках одной отдельно взятой схемы он даже хорош. Разумеется, это схема с тремя центральными защитниками, когда Маслов может выйти на позицию правого центрального. Эта схема была базовой по ИТДСКу, и Маслов прекрасно себя в ней чувствовал. И, в общем-то, смотрелось это достаточно любопытно. То есть такой вот наш эсэсер Аспеликоэта. Не в плане, конечно, масштаба таланта, но в плане судьбы. Правый защитник, перешедший в центр. Но травмы, другие проблемы, все это привело к определенной стагнации, а потом и к определенным проблемам с игровыми минутами, когда Маслов просто перестал попадать в состав. На фоне этого, конечно, нужно было что-то делать. И вот сейчас Маслов отправляется в Сочи. Вопросы по этому решению все-таки есть. Потому что, во-первых, Маслов постепенно адаптировался и к игре в двойке центральных защитников на позиции одного из двух центрбеков. Потому что до этого это был игрок исключительно по тройку, но так или иначе он здесь смог адаптироваться. Однако, скажем так, его все равно отдали. Отдали фактически в один конец, потому что сейчас он арендован в Сочи. И после окончания срока аренды у него заканчивается контракт со Спартаком. То есть это де-факто отсроченный переход свободным агентам в Сочи. Ну или в другой клуб, если он вдруг Сочи не устроит. И это при том, что сейчас, я так понял, Спартак сохраняет за собой то ли значительную часть зарплаты Маслова, то ли вообще всю зарплату в принципе. Есть такое сообщение. Один из вариантов инсайда по Маслову. И это при том, что в команде, вот после ухода Маслова, останется, например, Мьенти Абена. Я, конечно, все понимаю, что это знакомый Станкович и игрок, который у него Ференс Вареши выступал, но неужели он настолько хорош, что нужно разменивать Маслова в качестве резервного защитника на этого самого Абену и держать игрока, легионера, с серьезной зарплатой и всеми остальными нюансами. То есть получается, Спартак, ну в общем-то, просто потратил деньги впустую в сухом остатке. Вместо того, чтобы держать у слонг Маслова в качестве такого крайнего резервного защитника в ротации, фактически пятого, потому что кто сейчас есть? Бабич, Чернов плюс Литвинова Станкович используют исключительно как центрального защитника, плюс Эдуарта, видимо, все-таки должен вернуться. То есть Маслов и Абена это пятый и шестой игрок в ротации, когда все будут живы-здоровы. И спрашивается, зачем за этого пятого игрока, нынче это Абена будет, платить деньги Ференс Варышу, занимать лимитное место и платить зарплату немаленькую? Зачем? Чтобы потом Маслова бесплатно отдать в Сочи? Ну то есть ситуация странная. Может, конечно, в чем-то Абена и посильнее Маслова, но я не думаю, что разница настолько серьезна, что она оправдывает вот этот вот размен с серьезным финансовым минусом для Спартака. Поэтому здесь вопросы все-таки определенные есть. Может быть, вместо Абена стоило просто подержать Маслова лишний сезон, тем более, что он при Станковиче даже вот гол успел забить. В общем, свои вопросы есть. По Милешину, наверное, вопросов меньше, потому что здесь, во-первых, аренда для получения игровой практики, практика нужна. И здесь, ну, всем все ясно, потому что у команды есть и основные нападающие Угальде, и Николсон, видимо, решил остаться, да и Спартак, видимо, никуда не сможет его пристроить. И тут же Виллиан Жозе, от которого ждут успешные работы на велотренажерах и так далее для похудания, тут Милешин просто останется фактически не у дел. И, понимаете, ну вот Маслов уже не пацан, поэтому для него, может быть, было бы и не так критично просидеть год в качестве глухого резервиста. А Милешин все еще молодой игрок и, наверное, все еще перспективный, поэтому ему-то как раз нужно давать шансы, давать игровое время, и в том числе в Сочи эта возможность получить те самые минуты. В Сочи сейчас нападающие, конечно, тоже есть, там Писарского подписали. Правда, как, видимо, Сауль уедет Гуарей Рапа, то ли в ЦСКА, то ли, кстати, в Спартак, сейчас инсайды разные. И вот в этой ситуации, да, Милешин может получить свой шанс. Ну а если Милешин станет своеобразной частью сделки по Гуарей Рапе, как и Маслов, ну тогда уже все встанет на свои места, тогда получится, что Спартак просто таким образом частично сбивал цену на Сауле. Сейчас просто в первую очередь инсайды говорят о том, что Сауль перейдет в ЦСКА, но есть инсайды и про Спартак, и раз уж такая связь уже налажена между клубами, я допускаю, что здесь могут быть какие-то сложные размены в конце трансферного окна. В общем, поживем увидим. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитрича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Изадеров Изадеров, Рима Рефейжератовна, Елену, Джаст Дуэт, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие.